Праздничный день В стране, где изобилие В стране, где мы все сыпли Имеем достаток Имеем изобилие Естественно, что больше это могут понять старшие люди Потому что они переживали другое время А молодым людям это намного труднее понять Потому что они всю жизнь живут в этом Они родились здесь, они выросли в этом Да, они слышат как-то Я помню Наши как-то читали за Воронаева За миссионеров, когда приехали в Россию В 20-е годы И семьи одной не было есть И они где-то на остановке стояли Ждали там, ну не на остановке Чтобы их где-то подвезли И вот дети увидели там хлеб валялся Они подняли и стали есть хлеб И мы детям тогда, они маленькие были еще Говорили, что вот голод был, холод Что люди, дети, даже хлеб Есть им нечего Хлеб начали есть Ну а дети наши говорят И мы иногда, говорят, колбасу едим без хлеба И все, с холодильника берем без хлеба И хлеб не нужен Но в то время понятно было Ничего не было Только хлеб И хлеб считался, как брат сегодня говорил Хлеб есть, голода нету А детям, я думаю, что понять Вы забили, у них все есть Мы здесь в Америке пожили Вот с 90-го года Пару лет, я помню Сестра еще жила на Украине И звонит брату И говорит, что Она в Киеве тогда жила У нее был маленький ребенок Заболел, ему рис надо Она говорит, что не можем найти риса Не знаем, чем детей кормить А брат говорит У меня, говорит, та же проблема Тоже не знаю, чем детей кормить Того не хотят, того не хотят Больше не хотят Там все, что мама готовит Все уже сириалы Все, 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 что здесь есть Уже не хотят Ну так, образно он сказал Там нету достать негде Нужно, нужда А здесь изобилие Уже перебирают, уже делают Ну, естественно, Бог дал мудрость И они убрали весь сириал Все убирали Осталось мамин суп Борщ Там все, что надо И дети поняли, что все-таки Если того нет, то надо кушать Полезную, хорошую пищу И мы живем И это достаток И это, слава Богу И взять, что это Скажем, ну В селе фермер Он сам себя прокормит Скажем, взять город В котором миллион Скажем, людей живет Ну, и в среднем Если взять, допустим, человек за день Ну, килограмм съест Это уже миллион килограмм Нужно продуктов Чтобы люди Каждый день питались А, скажем, 10 миллионов в город 5 миллионов Конечно, слава Богу Спасибо людям, которые занимаются Одни трудятся, выращивают Другие заключают договоры Привозят с других стран И питаемся мы здесь И живем Слава Богу за это Хорошо Конечно, я думаю Тем людям, которые сейчас Заботятся о продуктах Дай мудрости Чтобы они поменьше химии Туда пускали Чтобы была более здоровая пища Ну, а нам с вами Чтобы мы молились хорошо Ну, в Библии есть Что если смертоносное Не повредит А если смертоносное То лучше его не есть Скажем, найти здоровую Нормальную пищу Хотя все понимают Что нормальную пищу Ее надо вырастить Ее нужно сделать Приготовить Легче пойти купить И есть то, что В продаже продается А много того продается Я помню, работал еще В первой компании У нас босс всегда Попокупал На завтраке Раз в неделю Сладкие эти донатсы Покупал И все ходят на работе Американцы О, много сахара О, вредно Вредно Ну, на брейк приходим Уже половину нету А после брейка И все раз этого Я говорю А что же вы Все возмущаете Все говорите Что это плохо И ничего нету Все уже ушло Они говорят Ну, знаем, что плохо Ну, а что ж Вкусно Надо есть Я говорю А что не выпускают Вкусного Поменьше А никто покупать не будет Тех мудрых Всего 20% А тех, кто все подряд есть Их 80% От этого бизнес хороший И так люди Нужна намудрость Чтобы правильно питаться Естественно Что поменялся Образ стиля Сейчас многие люди сидят Работают Сидят Скажем Один брат Как-то говорил Там он еще В Союзе Работал на стройке Работа у него такая была А здесь приехал Нашел какую-то работу Ну, почти целый день Сидит И говорит Я ем то, что там ел А что-то стал здесь исполнять Но он там целый день Ходил и работал Там тяжелая работа была Двигался А здесь сидит Ну, а привык к этому Поэтому Дай нам Бог Мудрости Жить здесь Благодарить Бога За это изобилие Я помню Как-то тоже мы Ну Дом престарелых И там некоторые Пожилые Братья-серсты Старички Ну, как-то были с детьми Там или с молодежью И все Они выращивали Кто помидоры Кто еще что-то Я помню Тогда некоторые молодые Говорят Ну, что им Сидеть здесь Полное обеспечение Пойди купи этот помидор Зачем выращивать Зачем там чем-то заниматься Когда можно просто купить Ну, я думаю Когда Те молодые люди Которые тогда так говорили Сейчас подросли И они поняли Как люди говорятся Но паник и торганик То есть Получается, что Органическое Оно лучше Выросли и поняли Что то, что бабушка Дедушка делали Оно не только по красоте Такое самое Оно вкусное Оно полезное Оно то, что за час Платят большие деньги Поэтому Библия говорит Остановитесь на путях Ваших и разберитесь Вот то, что было раньше То, что Бог создал То, что люди Шесть тысяч лет ели Хотя в Библии Там тоже писалось Допустим Не есть много меда Там еще что-то Были правила Правила Бог Которые давал И они разумные Правильные Потому что Бог Творец давал А сейчас люди Не только Добавляют Разные добавки Они еще Вовнутрь влазят И меняют Совсем Скажем Не вид меняют А внутренность Совсем не так Как Бог создал А получается Бог создал Нас В премудрости И создал Пищу В своей премудрости Которая полезна И хорошо Для нашего тела Для здравия Нашего тела А люди решают Поменять Сделать Как удобно В это время Но оказывается Оно вредит Пройдет время И Ну Если люди останутся Скажем Еще жить Они поймут Какой вред Они причиняют Изменяя Разную структуру Внутренность Я думаю Вы понимаете О чем я говорю А люди думают Считают Это все хорошо Конечно 50 лет назад Считалось Химическое Что-то добавки Это все хорошо А прошло время Люди поняли Что Оказывается Не так Это хорошо То что натурально Вот это хорошо Вот это полезно Пусть Бог даст Нас мудрости Детям нашим Жить И когда мы имеем То естественно Для того Чтобы правильно Надо потрудиться Надо сделать Я хочу Напомнить С Евангелия От Иоанна 4 главы Христос Говорил Такие слова 35 стих Вторую половину Стиха читаю А я говорю вам Возведите Очи ваши И посмотрите На нивы Как они Побелели И поспели К жатве Мы понимаем Что люди Трудили Чтобы вырастить То что есть То что мы имеем Мы живем В городе У нас совсем Другой труд Другая забота Но те люди Которые выращивают Они понимают Всему свое время Вовремя посади Вовремя вырасти Вовремя будет дождь Будет хорошая погода Будет все хорошее Скажем Христос говорил Ученикам О том Что посмотрели Вот мы живем В последнее время Да От учеников От Иисуса Христа Мы читаем Что это последнее время Оно идет И Жатвы много А делателей мало Это было тогда Это есть и в наше время Есть изобилие Да Изобилие Мы как христиане Живем здесь Бог привел нас сюда Скажем Посадил нас здесь Перевел Это великое дело Которое Бог сотворил Это должны были страны Договориться Страны, которые были Во вражде Страны, которые не дружили Это переселяя людей В одну страну В третью Потом сюда Это Бог великое дело Сделал Совершил Для того, чтобы народ Его Здесь поселился И здесь Принес плоды Святости И здесь Мы с вами Исполнили Волю Божию Да, жить в изобилии Это хорошо Но жить в благословении Божьем Во славе Божьей Как сегодня Говорилось утром Бог хочет Для молодых людей Бог обращался К молодежи Чтобы слава Божия Сияние славы Божьей Было на ней Для того, чтобы мы Здесь с вами Жили в этой земле И приносили плоды Были полезны Для Господа Делали то, что угодно Нашему Богу В этой же главе Чуть раньше Христос Когда он разговаривал С Самарянкой Он говорит так Но настанет время И настало уже Когда истинные поклонники Будут поклоняться Отцу В духе и истине Ибо таковых поклонников Ищет себе Отец Будут поклонники Бог ищет их Которые будут поклоняться В духе и истине И сегодня Я хотел бы обратить внимание Что Бог ищет Нужны Мы живем в одни изобилия Но мы видим Что Урожаи То есть Проходит время И мы кого-то теряем Мы кого-то не видим Мы видим Что кто-то сбился Что кто-то упал Кто-то споткнулся Кажется Росли вместе Кажется Ели одну и ту же пищу Ходили в одно и то же собрание Слушали одно и то же слово А вот был Наверное Посев разный А вот действие Благодати Божией Оно было одинаково На всех Но кто-то Для кого-то Она была тщетным Для кого-то Нетщетным Кто-то прослышал Услышал Знает Но Уклонился от Господа Или заблудился Или запутался И Бог говорит Что он ищет поклонников Которые поклонялись Да, мрак вокруг нас окружает А Бог хочет, чтобы мы были поклонниками Бог говорит Настало время И есть люди Богу Которые поклоняются И это очень хорошо Если мы с вами поклоняемся Нашему Господу И если мы делаем труд для Господа Я думаю Молодежный хор Он прекрасно понимает Что если они ходили на спевки Если они там себя правильно вели Хорошо Слушались Учили Занимались Сделали То они будут хорошо петь Да, в мире люди живут Они тоже этим занимаются Но для вас есть еще больше Есть благословенное то Что дает Бог Для тех поклонников Которые поклоняются Ему в духе Господь говорит Что я и залью от духа моего На всякую плоть Бог говорит Чтобы мы не только Этими способностями Но для того Бог избрал нас И молодежь нашу И хор избрал Для того, чтобы они были Храмами святого духа Для того, чтобы их пение Было не только тех способностей Которые необходимы Но чтобы их Невнутренности Сердца Они были исполнены Силой святого духа И тогда наполненные Святого духа Они воспевали в радости И славили имя Господа Мы понимаем Это намного лучше Это то, что Дает разницу Между профессионалами Певцами неверующими И людьми верующими И молодежью верующие Которые тренируются Делают Учатся Которые не только Заботятся О своих способностях Но о том Чтобы быть истинным Поклонником Служить Богу И прославлять Его святое имя И для вас Это благословение Сохранить свои сосуды В чистоте и святости Чтобы они были Наполнены Благословением И тогда Дух Святой Через ваши уста Будет прославлять Имя Иисуса Христа Я говорю об этом Потому что Было это в нашей юности У нас как-то в молодежи Было за один год Больше 30 людей Крещеных Духом Святым И потом пожилое поколение Говорило Что с молодежью Это совсем другое пение Это слава Божия Пребывает Благословение Было не только Говорение На иных языках Но и исполнение Святого Духа Бог давал дары И присутствовала Благодать Божия И это работало И это работало На окружающих людей Да, были люди Певцы мира сего А люди говорят А ваше пение Почему-то другое Да потому что Бог Брал в удел И прославлял Имя Иисуса Христа И являлась Сила и слава Слава нашему Господу Это Бог делает Для своей славы Но мы должны понять Что Бог хочет Чтобы каждый из нас Оказался верным Господу Я хотел немножко вспомнить Мы знаем эту историю С книги Даниила Завалтасара Царь был Имел власть Силу И вот он взял сосуды С Дома Божия И они начали праздновать Пить начали Веселиться И вышла Кисть руки На стене что-то написала Написано Что у царя задрожали колени Пришел страх Позвали всех Те которые могли И должны были Расшифровать Открыть Сказать что написано Но никто не смог Тогда позвали Даниила И Даниил сказал Такие слова Я вот Напомню их И ты Сын Его Там он говорит За Аннабуха Доносора О том Что он говорит Ты знал Что было с отцом твоим Ты знал какую Бог Я вил силу В его жизни Смирив его Поменяв его Что он воздал Славу Богу Он понял Что не он самый могущий А над ним Есть живой Всемогущий Бог И он здесь говорит так И ты Сын его Вовсатар Не смирил Сердце твоего Хотя знал Все Это Он знал И приговор Пришло Пришла жатва До этого Веселился Жил А когда это сделал Пришла жатва И было написано И слова Были написаны Там такие Ты взвешен На весах И найден Очень легким И пришел Конец Бог взвесил Бог посмотрел Знал он о делах Которые Бог явил В жизни Его отца Но его Селся Уклонилась Он не захотел Следовать тому Чего говорил Отец То что он слышал И пришел Ему конец Мы видим Что я уже говорил Что да Мы живем В это время Что Много плевелов Скажем Библии мы читаем Христос Рассказывая притчу Говорил Ночью пришел Лукавый Посадил плеволы Ну Пришел ночью Посадил плевелы А в другом месте Мы читаем Что он ходит Как лев рыкающий И ища Кого поглотить Поэтому мы понимаем Что идет время И происходит В сердце человека Посеяно Мы ходим В одно собрание Мы слышим Слово Божье Вот вы молодежь Бог хочет Чтобы вы Во все дни жизни Служили Славили И прославляли Имя Почему? Потому что До вас К сожалению Были люди Которые пели Но что-то Случилось В жизни И они уклонились То ли было что-то Посеяно То ли были Расставлены Силки И к сожалению Люди упали Люди уклонились Люди попали Этому льву Рыковущему Который ходил И они мучаются И переживают И сегодня Бог нас призывает Чтобы обновилась Наша жизнь Наша молитвенная жизнь Чтобы Дух Святой Наполнил нас И мы могли В радости Прославлять Имя Божье Для этого Сегодня Вечернее служение Бог собрал Для этого Будет молитва Чтобы мы Открыли Сердца наши И пришло Наполнение Святого Духа И исполнение Силы Святого Духа Чтобы мы в радости Славили Его Чтобы Дух Святой Наполнял нас И имя Иисуса Христа Было прославлено Для этого Бог собрал нас Поэтому будем Склоняться И благодарить Нашего Господа За вечное спасение Обетование За то Что будет день Если мы верно ходили Если мы верно Следовали И исполняли Может быть Спотыкались Но подымали И шли за Ним Придет Эта благословенная Встреча Придет Радость Эта радость Мы должны переживать Здесь на земле Трудно и тяжело Но радость Во Христе Иисусе А там Он будет Встречать Тех, которые оказали Верные работники На Неве Его Поэтому склонимся И прославим Живого Бога Аминь Аллилуйя